здравствуйте друзья пишет мне наш зритель говорит михаил вот вы говорили что президент обама не оправдал надежды избирателей а чем именно он их не оправдал и что он должен был сделать чтобы оправдать я честно говоря не помню чтоб я вот в таких терминах мог сказать что вот не оправдал надежды я могу сказать что он разочаровал многих потому что они намечтали себе что-то он когда первый раз вот баллотировался он говорил что перемены будут но какие перемены он отказывался уточнить понимаете прошли если люди знали сразу какие это будут перемены многие бы сказали нам таких перемен не нужно или нам это неинтересно там или что-то нангел чень чень там какой чень вот такой чем самый главный чень чего это самое ну и и в итоге получилось знаете вот есть такой анекдот я вспомнил пока рассказывал когда строили бам этот байкало-амурского магистраль это была большая не только экономическая но и политическая акция то есть все телевизионные новости начинались с бам а вот как сегодня допустим там про украину вот так значит тогда было про бам и вот этот бам 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 уже уже за замучили там все мозги прокомпостировали людям и вот на предприятии лекция приходит лектор из общества знания и рассказывает про бам бам это стройка века бам это комсомольская стройка молодежь всей страны и страны надо бам и там человек руку тянет и говорит скажите гтач а вот дорога сама вот этой железная она там одноколейная будет или двухколейная только товарищи да бам это стройка века это молодежь всей страны это мировая общественность наблюдает в общем не отвечает на вопрос после лекции этот вопрошавшие так подходит и там в коридоре ягод подумал может вы не хотите при всех так может вы мне так скажете он говорит ты понимаешь мужик нет ответа на вопрос к сейчас самый ответственный момент сейчас тоннель пробивают в громадной горе пробивает тоннель с двух сторон пробивают если сойдется будет одноколейная если разойдется будет двухколейная вот это примерно та ситуация в которой оказался обама 5 то есть он обещал как-то ченч там бам шмам сейчас чень такой чень и все ждали чень а дальше у него популярность вот плачет типа 85 процентов на момент выборов или точнее так сразу после выборов у него рейтинг был там типа 85 процентов как у некоторых тоже а прошло буквально но я не знаю пару-тройку недель и уже там сильно упала потому что люди хотели так такой чень в эти который не только кардинальный но вот прямо сейчас вот вот заступил на должность давай чень а тут же еще что произошло обама у него были большие планы по расходованию государственных средств он на эти деньги норовил и тут и там вот а а тут кризис вы знаете так его избрать ты его избрали а тут кризис причем жуткий кризис не нехороший такой финансовой системе и безработицы и все дела и и нету денег эти мимо бабок а как же ты без бабок и change ну поэтому так вот он и разочаровал но я хочу сказать что абсолютно любой президент соединенных штатов обязательно должен разочаровать свой электорат потому что все-таки президент он хоть и выдвигается одной партией но все-таки он президент всей страны поэтому он должен проводить такие решения которые может быть даже и не нравится его собственному электорату но все-таки есть еще и другие люди тоже и деваться некуда есть международные партнеры есть там кризисы эти где финансовые где там нефтяные да где военные где еще чего то есть массы непопулярных вещей которые ему приходится делать и чтобы он не делал всегда будет кто-то кто недоволен ты не можешь делать что-то чтобы были довольны сразу все так что рассматривая там деятельность обамы там или я не знаю там любого другого президента значит они не могут всех людей держать довольными для того чтобы значительное большинство было довольным значительное большинство они должны позабыть о разнообразии своих интересов они должны одним интересом жить например победить войне эти вот когда речь идет о том чтобы победить войне да уже все остальное забыли и вот каждый день там значит утро начинается с того с просмотра сводок там на фронтах вот поэтому это вот путь такой да значит привести но опять здесь нет так легко манипулируемой прессы понимаете как вот где-то еще и здесь очень разнообразный экономический интерес присутствует то есть помимо скажем нефтяного там сегмента там или газового да все-таки присутствует и там машиностроение мощнейшее и оборонка и космос и софтвор и технологии всех мыслимых немыслимых направлений и так далее поэтому этим и надо с и надо чтобы все были более-менее в порядке пренебречь кем-то можно опять если экстремальные обстоятельства и они тебя вынуждают а если нет экстремальных тогда как поэтому они конечно не могут держать всех в состоянии перманентного счастья вот когда интересов много когда они конфликтуют когда надо искать компромиссы а есть люди бескомпромиссные а если наоборот такие компромиссные шумать родную там на три копейки обменяют и вот это все начинается и закручивается вот плюс политиканство к этому добавляется да то есть есть люди которые говорят не потому что что-то потому что надо что-то сказать и обязательно быть в оппозиции и обязательно с умным лицом и кулаком в грудь стукнуть в надежде что кто-то захочет тебя слушать хотя сейчас конечно с этим сложнее становится так много средств массовой информации так все это расползлось по интернетом по ютюбам по всем делам что уже негде стукнуть себя кулаком чтобы вся страна тебя услышала батя стучишь в грудь стучишь никто тебя не слышит вот ведь что происходит вот вы меня сейчас слушаете а в это время могли бы слушать кого-то кто стучит кулаком в грудь и все и не дослушали тут еще один вопрос мне написали я уж так заодно здесь отвечу говорят вот президент обама провел пресс-конференцию там с youtube блогерами и там ссылку мне дали я даже смотреть не стал учебник какой-то обама но с блогерами он там все ехали какой бы вопрос выглядит задали обаме если бы вот имели возможность задать вопросы обами я бы ничего не стал спрашивать у обамы и и не пошел бы и хрен не там делать с обамы и встречаться я лучше вот с вами встречусь и там чё-нибудь расскажу или там полезного или забавного и так развлекательно очень ну что что же я обама буду спрашивать а что за радость такая оба учета спрашивать у меня мальчик работал я был менеджером по тестированию в конторе в одной и там был пацан ну я не знаю лет двадцати там много много таких был детворы его значит и он говорит как я мечтаю работать в микрософте а это было знаете годом годом ну что-нибудь девяносто пятый шестой вот такого плана давно и микрософт тогда был это вот я не это было больше чем google там и все они вместе взяты и apple там вместе сегодня под этот микрософт это было просто все и вот и он говорит как я мечтаю работать в микрософте молоденький мальчик и у него не и специальности толком нет и образования толком нет и я говорю а почему вот что что там такое американский мальчишка и он говорит представляешь год вот иду я по коридору а навстречу идет мистер гейтс и я ему говорю доброе утро мистер гейтс знаешь и он такой счастливый вот так он выглядит я думаю ну чё я вот это скажу доброе утро мистер мистер обама там спасибо что вы пришли сюда как как я рад что мы с вами дышим одним воздухом есть такой анекдот как старый старый я не боюсь соврать там начала семидесятых как к полу маккартни подходит там ну какой-то парень и говорит дает ему 100 фунтовую бумажку играет пол пожалуйста после концерта там будешь выходить когда через артистический то выход я с девушкой там буду ты мне так рукой помаши скажи привет билли и и все ну тут посмеялся взял у него 100 100 фунтовую бумажку и значит в назначенное время в назначенном месте стоит этот билли там с девушкой вот и тут выходит пол маккартни и пол маккартни так радостно его машет рукой киеве и били привет а били поворачивается где да пошел ты нахрен пол маккартни вот и значит ну и значит ягод так я что должен был там сказать вот задайте вопрос обами так блогер из кремниевой долины михаил портнов значит про просим ваш вопрос а им когда пошел ты нахрен там давайте ну то есть можно много разных ситуаций я мне там нечего делать и мне совершенно нечего спросить у президента обамы я думаю вся прелесть ситуации состоит в том что вот ему до меня дело нет и мне до него дела нет и всем нам в общем то хорошо вот поэтому дай бог чтобы никому из нас не хотелось ничего спрашивать у президентов а чтобы все что нам надо по жизни мы могли бы сами пойти и сделать и в общем ни от кого не зависеть и не испытывать вот этого немого обожания там президент господа чичиков господа вот значит нет нет такого такого нет я думаю что и обами бы это тоже не не понравилось вот во первых он привык уже во вторых они его достали все с этим выражением пиетета вот поэтому я думаю что лучшее что я мог сделать для укрепления отношений с нашим президентом это не ходить ни на какие мероприятия при том что меня собственно никто и не приглашал да вот если будут отдельно собирать там русских блогеров там но это мы мы сами соберемся чё нам обам вот я сейчас все жду я вам рассказывал у нас конкурс вот скоро мы итоги подведем значит приезжает блогерша прилетает как мы с вами выясняем и в понедельник не в понедельник воскресенье 1 февраля узнаем кто это но вот когда мы с ириной мам сын записывали там пару сюжетиков я хочу сказать что в этом есть известный кайф потому что когда мы просто ну людей там снимаем интервью и видео делаем есть такие знаете игру не и артистично есть народ есть просто такой вполне адекватный вот но когда ты с блогером вместе делаешь какой-то сюжет мне это напоминает вот как артисты на сцену выходят эти они оба артисты и они оба играют на публику но у них при этом какое-то общение такое происходит взаимное знаете они общаются вот потому что когда вот я один с вами разговариваю я как бы вот там театр одного актера этом цирк вот а значит а когда двое и мы не сговариваясь там что-то такое понимаем и друг другу как бы наигрываем подыгрываем там как-то прикалываемся вот это может быть даже и не заметно стать со стороны а может и заметно или там не каждого заметно но в этом есть какой-то свой кайф я вот сейчас поэтому думаю сейчас приедет прилетит блогерша и мы с ней будем вместе там чем такое отчебучивать у меня появится театр там из двух актеров так что а еще к нам обещал подъехать так как бы на местность юра мельников так что может мы еще и с юрой чем запишем вообще в этом в этом есть кайф ребят вы когда смотрите на разных блогеров как они вместе что-то делают вы должны понимать что это кайф это не некоторые говорят вот там нам сын поехала там у него с 5000 подписчиков стала 6 там за неделю наверное это тоже неплохо но с другой стороны я вам скажу что тысячи подписчиков в смысле там денег это не дает никаких она же потратился вот на машине мотаться там 10 часов в одну сторону 10 часов в другую сторону и так далее это расход и это никак не меня не окупается вот не подписчиками не трафиком не этими там тремя копейками которые youtube платят честное слово в этом есть свой фан поэтому вы когда видите вы имеете в виду что народ вместе собирается и прикалывается и а и и балдеется этого дела тоже потому что в этом что то есть вот я хотел рассказать поделиться хотел так что я даже думаю вот мы такой сюжет может быть там назвать его параллельная реальность вот когда там два блогера рассказывает об одном и том что там с двух разных камер и двух разных там точек зрения вот у нас как бы такая быть своя параллельная реальность там кремниевой долины четко придумал ну что же сегодня пятница я повесил сюжет про стройку там уже стало так серьезного три недели прошло и очень очень серьезно все это выглядит я надеюсь что еще три месяца и мы наверное там будем жить уже заселимся туда весь проект должен был занять примерно четыре месяца но на самом деле никто не знает потому что когда до отделки доходят там могут быть какие-то задержки с материалами из переделки бывает что-то сделали потом будет нет это не то надо переделать и так далее отделка это самый такой ответственный момент где много чего происходит а сейчас такая битва идет более-менее прямолинейная такая яму откопали бетоном залили там опалубку туда-сюда это так как-то простенько все вот а когда начинается с отделки там сразу много векторов и это в параллель все в общем много много всего впереди а сегодня вот я поработаю видите справа кстати вот там большое здание строит это по-моему многоквартирный многоквартирный дом кондо или там что-то вот видите здесь тоже вот они так из из досок и фанюрки вот так у нас строят посмотрите я надеюсь что вам видно что то вот так что ребята задавайте вопросы кстати я думаю так когда мы блогера шу блогер шу в аэропорту встретим и будет известно что за человек мы тогда прямо под этим видео со встречей я бы я вас попрошу вопросы писать к блогеру к нам обоим может быть там еще что-то какие-то мысли должны возникнуть у вас в общем а мы будем вас веселить вот желательно не мешая блогерше учиться потому что дать как как начнешь тут с камерой бегать и уже не до занятий но мы этого не допустим вот лицом грязь ударить не можем приехал с блогерша должна работать правильно вот за всем понаблюдаем как застройкой нашей вот у нас будет такой сюжет как можно сказать строится человеческая судьба перестраивается и так достраивается да тут бедрум достраивается а там профессия достраивается вот мы за этим тоже понаблюдаем в параллельной реальности все ребята счастливо я тут натрепал с три короба и приехал на работу а зато не скучно видите может и вам тоже интересно послушать когда делать нечего там чайком кофейком с бутербродиком я знаю многие нас так смотрят когда что-нибудь там бутерброд возьмут с чаем сядут к телевизору и смотрят вот поэтому я вас развлекаю таким долгосрочным сюжетом все счастливо счастливо а а Субтитры подогнал «Симон»